Всем добрый день! Сейчас я готовлю ленивые вареники с творогом. Творог желательно, чтобы он был не влажный. В творог добавляю соль, сахар, одно яйцо и сейчас добавляю муку. Муку добавляем понемногу, в зависимости от влажности творога. Муки много добавлять не нужно, чтобы творожок чувствовался. Творожное тесто очень хорошо делать в перчатках. Оно не прилипает и легче работать. Тесто получается липким, но муки много добавлять не нужно. Теперь нарезаю шайбочки, где-то приблизительно 1 см толщиной. Каждый кусочек теста скатываем в шарик. Сейчас нам нужна любая пробка. Я использую пробку из-под глистера. Я её вымыла хорошо. И сейчас нам нужна мука, пробка. Берём шарик. Шарик нужно немножко его окунуть в муку и также пробку. И придавливаем, делаем углубление. Вот такие у нас получаются, как заготовки к ватрушкам. Можно просто их придавить в середине пальца. Вареники готовы, половина теста. Сейчас я отправляю их варить. В кипящую воду я опускаю вареники. И добавьте в воду соль по вкусу. Я добавила 1 чайную ложку. Как только опустили вареники, их нужно сразу же поднять со дна, перемешать их. Как только вареники всплывут вверх, даём им кипеть 1 минуту и сразу достаём. Прошла 1 минута кипения, и я достаю вареники. В вареники я добавляю домашнее топлёное сливочное масло. Перемешаю. Вареники готовы. Можно раскладывать по тарелкам, добавлять сюда сметану, ягоды, джем. Всё, что вы хотите. Любое дополнение. Будет очень вкусно. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Готовьте с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!